Уважаемые телезрители, мы продолжаем прямой эфир программы «Наедине со всеми». И сейчас во второй части нашей программы у нас в студии «Народный депутат Украины» 7 и 8 созывов, координатор общества 22 февраля Егор Фирсов. Добрый вечер, Егор. Я рад вас видеть в нашей студии. Спасибо, что приехали. Добрый вечер. Спасибо вам, что пригласили. И мы сегодня обсуждаем для Одессы очень важную тему. Я хочу коротко напомнить телезрителям, что тема нашего интерактивного опроса следующая. Поддерживаете ли вы антитрухановский Майдан на Думской площади? У нас три варианта ответа. Да, бандиты по-другому не уходят. В этом случае звоните по телефону номер 728-01-70. Если же ваш ответ скорее «Да, но когда же закон заработает», звоните по телефону номер 728-01-71. Если же вы не поддерживаете и ваш ответ «Нет, наши в городе других не надо», звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к Егору или будут какие-то комментарии, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Я думаю, что вы, Егор, с удовольствием ответите на все вопросы одесситов. Итак, к сожалению, в Одессе уже в который раз за последние годы возник кризис власти. И вот точнее не в который раз, а точнее с 2010 года он носит такой хронический характер. В чем сегодня это выражается? Прежде всего, в серьезных юридических основаниях сомневаться, ну скажем так, в легитимности городского головы. И в какой-то степени городского совета. Вот все это наложилось на глубокое недоверие одесситов к тому, что и как. Или делает городская власть, или не делает городская власть. Согласны ли вы с такой оценкой? И каков ваш рецепт выхода из этого сложившегося кризиса? Ну спасибо за такой, знаете, такой основательный вопрос. И спасибо, что пригласили на канал. Я, кстати, когда ходил по городу, советовался, говорил о том, что вечером к вам пойду на канал. Все сказали, да, это действительно, этот канал мы смотрим, принципиальный. И всегда был, знаете, такой максимально объективный. Ну спасибо, спасибо, мы стараемся. Поэтому вам желаю того же, держать эту же марку. Спасибо. Что касается Труханова и местной власти. Знаете, я бы тут начал с того, что, ну, во-первых, я, скажем так, такой политик, скажем так, из Донецкой области, непосредственно из города Донецка, из Востока. Мне юго-восточная проблема, это, ну, очень близка. Близка и понятна, я думаю, конечно же. И, конечно, мы здесь должны бороться за будущее в целом украинское, за будущего нашего конкретного города, ну, вашего, в частности, Одессы. Что нужно делать? Во-первых, с одной стороны, громаде действительно объединяться и бороться. Вы знаете, я не приветствую там те же митинги и акции протеста, где берут коктейли Молотова, бегают, громят, захватывают власть. Ну, то есть вы не сторонник таких радикальных мер, да? Ну, явно радикальных, за гранью, да, такого, ну, скажем так, законного понимания. Есть элементы общественного давления, их нужно использовать. Вот те митинги, которые сейчас у вас под прокуратурой и под городским советом, я видел, ночью приходил, кстати, там действительно были активисты. Они намекают Киеву, по крайней мере, о том, что эту проблему нельзя забыть. То есть люди ее забывать не будут и люди будут стоять до конца. В холодную погоду, в дождь, но люди будут бороться за свои права. Одессе нужен адекватный прокурор, который будет бороться с коррупцией, будет бороться с преступностью, а не эту преступность покрывать. И одесситы имеют на это право. И поэтому они, скажем так, изъявляют свою волю. Поэтому акции протеста очень важны. Более того, я вот приехал в Одессу специально для того, чтобы помочь, скажем так, гражданскому активу, защитить их права. И, насколько я знаю, в субботу будет митинг в 17.00 вечером. И таким образом действительно нужно помочь активистам, нужно собрать как можно больше людей на мирную акцию протеста против действующего мэра. Теперь вторая сторона. Да, одна сторона общественная, другая сторона юридическая. Я видел эти документы, которые подтверждают с мокрыми печатями, которые говорят о том, что действующий мэр Одессы Труханов гражданин России. То есть у него есть российский паспорт. Естественно, российский паспорт иметь это не преступление. Это не преступление. Но, пожалуйста, в России. Пожалуйста, баллотироваться в мэры в Ростове, в Москве, в Петербурге, там очень много городов. Нам здесь нужен свой украинский мэр. Да, мы люди и здесь, и в Одессе, и в Мариуполе, и в Донецке, откуда я родом. Многие там с российскими корнями, говорящие на русском языке. Но у нас свое будущее, украинское будущее. И я, приехав сюда, я сразу сказал активистам, друзья, я буду вам помогать, дабы с вашим городом не сложилось то же самое, что сложилось с моим. А вышла такая ситуация в Донецке в связи с неблагонадежными мэрами, которые, извините, выходили, и непонятно под каким флагом они выходили. То ли под флагом Украины, то ли под флагом России. И они постоянно вот так петляли. Поэтому каких-то беспорядков, провокаций или слабины в Одессе мы точно не допустим. Мы будем стоять на своем, на том, что в Одессе нужна законность, в Одессе нужен порядок, и, к сожалению, в Одессе нужен не такой мэр, как Труханов. В Одессе нужен мэр с украинским, скажем так, гражданством, с позитивным прошлым, не с преступным прошлым. И который будет отстаивать интересы, вот действительно, Одессит, а не свои какие-то коррумпированные, зарабатывать денег и прятать их в офшорах. То есть, судя по вашему ответу, я так понимаю, что ваш рецепт выхода из этого кризиса, это мирные, не радикальные акции протеста, которые в конечном счете все-таки должны привести к конкретному результату. Да, естественно, что конкретный результат, он лежит, скажем, в правовом поле. То есть, вот я сейчас, я поеду в Киев, там на выходных, ближе к воскресенью, я буду встречаться и с журналистами, и с активистами, поднимать там тоже, как бы, ну, определенную такую общественную волну. С тем, чтобы надавить на правоохранительные органы, чтобы они начали расследование. Я сегодня зашел в интернет и увидел, я очень сильно удивился, что СБУ, 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 дает ответ, что, то вы знаете, мы сделали соответствующие проверки, в деле Труханова, ну, ничего преступного нет. Ну, как же нет? У меня есть этот документ, подтверждающий его российское гражданство. Как это у нас нет? Это ведь у вас есть, а у них нет. Понимаете, и поэтому, и поэтому СБУ здесь закрывает глаза, и мы в Киеве должны сделать, и вы, кстати, в Одессе должны сделать все, чтобы они, наконец, прозрели, чтобы они, наконец, начали работать именно на наш, на украинский народ, на одесскую громаду, а не на свои какие-то коррумпированные интересы, где они заходят за ширмой, заходят за ширмой, договариваются, и нет ни уголовных дел, ни конкретных результатов. У нас есть звонок от телезрителей, давайте послушаем одесситов. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер у вас. Я хочу, чтобы Егора Викторовича видеть в Одессе. Я надеюсь, что вы с нами останетесь, тут уже не уедете. Одесса самый лучший город, зачем где-то еще исключать? Вы предлагаете навсегда, да? Да, я предлагаю навсегда остаться. Я согласен. Видите, какие гостеприимные одесситы у нас. Егор Викторович, у меня к вам вопрос такой. Скажите, пожалуйста, с вашего политического опыта, ну как вы полагаете, кому нужен так Труханов в Одессе? Чем он так дорог? Может президенту? В чем его такая ценность? Когда, ну, все понятно. Вот. И второй вопрос сразу же. Скажите, вернут ли нам Сакварлидзе и останется ли Сакашвили в Одессе? Потому что это стратегические вопросы. Спасибо. И надеюсь, что будете вы с нами. Спасибо за вопрос. Спасибо вам большое. И на самом деле спасибо большое за гостеприимность. Моя бы воля, в принципе, остался бы в Одессе, остался бы жить. Но, конечно, еще и свой регион, и работа в Киеве. Давайте так с конца начну. Что касается Сакашвили. Вы знаете, я общался с Михаилом и с Давидом. Убеждаю Михаила ни в коем случае не бросать Одессу. Здесь оставаться и здесь бороться до конца, что он начал этот фронт борьбы. Это первая позиция. Давид. Очень сильно сомневаюсь, что его могут вернуть. И если Юрий Луценко возглавит Генеральную прокуратуру, мне кажется, что он все равно сохранит вот эту тенденцию противостояния с Давидом и с начальными реформами. Я, конечно, рад бы был ошибаться и буду добиваться, скажем так, восстановления Давида на своей должности. Но не думаю, что это так легко удастся сделать. Что касается Труханова, понимаете, здесь, конечно, есть одна проблема. Здесь есть проблема в том, что он выиграл выборы в Одессе. Да, можно говорить о том, что были определенные фальсификации, махинации и так далее. Но эти выборы, скажем так, признали. То есть все, вот та вода уже утекла. И просто так, скажем так, лишить должности Труханова будет очень сложно. Нужны соответствующие основания юридические. Но они есть, понимаете. Если бы просто мы говорили о том, что вот Труханов плохой там мэр, да, там, и мы хотим его уволить. Ну, это не просто слова. У нас есть конкретные факты, подтверждающие его, скажем так, преступные деяния, которые противоречат украинскому закону. В частности, он имеет двойное гражданство. Более того, даже есть информация о том, что у него есть еще и третий паспорт, да, румынский. Это первая позиция. Вторая позиция он... Вроде греческий. Греческий, да. Я прошу прощения, греческий, да. И вторая позиция в том, что он владеет офшорами, да, и выводил эти деньги в офшоры, да. Откуда у него деньги, слушайте. У него должна быть официальная зарплата, которую он должен показать гражданам Украины, Одесситам, сказать, что вот, друзья, я живу на эти деньги. К сожалению, этого нет. К сожалению, если он выводил деньги, значит, он их как-то каким-то образом зарабатывал. Более того, свой офшор он зарегистрировал на российский паспорт, на российский паспорт. Поэтому здесь есть все основания для специальных следственных комиссий, специальных следственных комиссий в парламенте, которые тоже нужно создавать. И я вот обращаюсь сейчас к Одесситам. У вас есть мажоритарные депутаты в мажоритарных округах. Если встречаетесь с ними, задавайте им этот вопрос по этому поводу. Это тоже общественное давление. А власти, депутаты всегда боятся этого давления. Поэтому, ну, только такими процессами, только давлениями мы можем достичь какого-то результата. Понятно. Есть еще звонок телефонный. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Это Михаил Голубев. Спасибо, Егор, за приезд в Одессу. Вопросы такие. Иногда нам в Одессе кажется, что Киеву просто вот наплевать на Одессу. Это впечатление. Второй вопрос. Понимает ли Егор политику Порошенко по отношению к Одессе? Мы это, честно говоря, не понимаем. И еще один вопрос. Собирается ли Егор посетить наш Майдан Одесский новый и тот, который был? Понятно. Спасибо большое за вопросы. Не знаю, знакомы вы с профессионами или нет. Но будет возможность познакомиться. Да, будет возможность познакомиться. Активное участие, кстати, всех Евром Майданов. Отлично. Я был вот на вечернем Майдане вчера, где-то в половину одиннадцатого ночи уже. Да, я как только приехал в Одессу, сразу зашел. Еще раз подчеркну, увидел там абсолютно адекватных активистов, которые борются за свои права. Они пересматривали какой-то фильм. Уже было ближе к ночи. Поэтому я был и буду еще, еще раз подчеркну, я буду и на митинге в субботнем, на таком себе Одесском Вече. Поэтому я планирую здесь коммуницировать с людьми, общаться и помогать им. Самое главное, всем, чем я смогу. Вопрос был о... Киеву наплевать или не наплевать на Одессу? Вы знаете, когда я жил и был в Донецке и в Мариуполе, мне тоже, если честно, казалось, что Киев, скажем так, забил на регион, на восток. К сожалению, политики, ну, проукраинские, не приезжали в наш регион, ну, или приезжали, но очень-очень редко, на короткий промежуток времени. И, ну, это меня все время огорчало, да, это так или иначе, хотелось опустить руки, но, тем не менее, не опускали. Конечно, конечно, меня тоже удивляет позиция президента, и я думаю, что, к сожалению, президент не настроен разрешать эту ситуацию. Иначе бы он уже был здесь, иначе бы были уже его заявления по этим вопросам, иначе бы он дал поручение службе безопасности разбираться в этой ситуации. Реакции никакой нет, а он должен знать, что происходит. Ну, на то он и президент. У него есть своя служба безопасности, своя личная, да, свои, скажем так, источники получения информации депутата из Одессы. Они обязаны были ему это донести. Поэтому, к большому сожалению, я не думаю, что, знаете, просто надо надеяться на президента. Уже время показалось, что он ничего не сделает. Надо добиваться реализации своих прав. Вы знаете, если в субботу в центре Одессы, да, появится под горсоветом, появится там несколько тысячный митинг, это привлечет внимание Киева. Петр Алексеевич, так или иначе, знаете, так, ну, не могу сказать, что там испугается, да, но насторожится. Если придет мало человек, к сожалению, мы не сможем обозначить Киеву, что, ну, наши намерения серьезны, и мы по этому поводу, ну, не отстоим. Плюс ко всему, я знаю о том, что, вот, знаете, такие пророссийские революционные настроения, они, как правило, весной. То есть это конец апреля, начало мая. И здесь нужно быть настороже, чтобы, ну, не дать этому всплеску, как бы, разойтись, не дать реализовать, реализовать вот плану такой себе русской весны, как это было тогда в Одессе, и как у вас была попытка это сделать два года назад. Поэтому украинскому такому активу, проукраинскому активу, костяку, лидерам общественного мнения, просто нужно быть накчеку, держать руку на пульсе. А политикам самое главное, вот я буду в Киеве, я буду агитировать и разговаривать и с, там, с Виктором Чумаком, и с Мустафой Наемом, чтобы они обязательно приезжали в Одессу, общались с людьми и доносили вот те месседжи, те импульсы, что нужно в Одессе. В Одессе действительно много чего нужно, как минимум, внимание со стороны Киева. Да, от политиков, конечно. Доносить, доносить в Киев и не стесняться даже эти позиции озвучивать со сцены Верховной Рады. Я частично услышал ответ на свой следующий вопрос, может быть, чуть-чуть расширю его. Дело в том, что Одесский кризис, как правило, совпадает по времени с общеукраинским. И это создает большие проблемы. Закон перестает работать, местные правоохранительные органы впадают в такую, в паралич, в оцепенение. И у одесситов остается только один выбор – или добиваться правосудия собственными силами, вступая в конфликт и с властью, и с правоохранителями. Или ждать, когда ситуация разрешится сама собой, чего на самом деле, как правило, никогда не происходит. Каким-то чудесным образом и в прошлом, и в настоящем на обочине всех этих процессов всегда остается гарант Конституции, президент. То, собственно говоря, о чем спрашивал наш телезритель. Вот это порождает не только самые разные версии, но и чрезвычайно усложняет процесс и усугубляет его негативные последствия. Как вы думаете, это навсегда? Конечно, это удручает, и я вам скажу откровенно, в определенный промежуток времени я даже находился в таком себе стрессе. Когда я был во фракции блока Петра Порошенко, когда я надеялся, что фракция не будет, во всяком случае, покрывать коррупцию, будет бороться против нее. И когда мы оказались в меньшинстве, и Сергей Лещенко, опять же, я уже перечислял и Чумак, и Наталья Новак, мы поднимали эти вопросы. Более того, вы знаете, когда президент приходил на фракцию и общался с фракцией, я никогда не стеснялся и не боялся задавать президенту неудобные вопросы. И в отношении генерального прокурора, и в отношении коррупции, и в отношении Наливаченко, когда его увольняли, не заслушав его отчет в парламенте. То есть, ну, всегда это было, и я принципиально стоял на своих позициях. Говорим откровенно, к сожалению, я никогда не слышал от президента каких-то здравых, открытых, вразумительных вопросов. Более того, знаете, когда президент хотел пообщаться с депутатами, пообщаться с фракцией, он не слушал их, а что находится в парламенте. А вот депутаты из Одессы, скажите свое мнение, а что вы думаете депутаты из Донецкой области? 80-90% времени президент общался сам. То есть, он говорил, он считал свой монолог, буквально последние 10-15 минут ему можно было задать несколько вопросов. О чем это говорит? Президент почему-то убежден в своей правоте, у него нет критического мышления, он не заинтересован разбираться в ситуациях. И, к сожалению, когда ты приносишь какие-то коррупционные факты, которые касаются будь-то Донецкой области, будь-то Одессы, будь-то конкретной коррупции, президент почему-то молчит. И президент не дает, еще раз подчеркну, у него есть, он глава государства. Он может вызвать на ковер любого правоохранителя и сказать ему, я недоволен твоей работой. Пожалуйста, в отношении расстрелов Майдана, в отношении сепаратизма, в отношении офшорных компаний, я хочу от вас, правоохранителей, чтобы вы в ближайшее время дали мне конкретные результаты. У него есть такая возможность. Почему он этого не делает? Потому что наверняка он тоже замешан в этой коррупции. И последние скандалы, связанные с офшорными компаниями, это тоже доказали. Я, кстати, первые конфликты коррупционные, они проходили с Каноненко, и они тоже были связаны с офшорами. У меня появились документы, которые там после этого были и журналистские расследования, и расследования общественных организаций антикоррупционных, которые говорили о том, что Каноненко, ближайший там соратник Порошенко, выводит свои деньги в офшоры. И я подал соответствующее заявление в правоохранительные органы. До сих пор, к сожалению, и прокуратура, и Национальное антикоррупционное бюро в этом отношении молчат. Есть еще телефонный звонок от одесситов. Добрый вечер, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, да. Очень приятно видеть в студии народных депутатов, молодых народных депутатов, которые, надеюсь, решат много для нашей Украины, для будущего нашей Украины. И надеемся на вас, молодые депутаты и Верховные Рады. Но я, как житель Одессы, хочу сказать, звучал вопрос, и такая беседа была о том, что офшоры Труханова просто так, от заработной платы его якобы были открыты, отнюдь. Ведь все работы, которые проводятся в городе, ремонты дорог, строительства, домов, это все выигрыш-тендеры. А вы знаете, что такое выигрыш-тендеры в городе, в городе Одессе, когда несколько компаний допускаются и выигрывает одна и та же компания. И бюджетные деньги, которые выделяются на ремонты, на строительство, они идут в карман, в кошелек Труханову. Вот откуда эти 20 офшорных компаний, открытых Трухановым. Что мы не видим, что одну плиточку какую-то проделал он в городе и доверяя делам о том, что, ах, как много сделал он для города. Да ничего он не сделал для города, в отличие от предыдущего мэра Эдуарда Бурвица, сколько сделал он для города. И такие депутаты, как Леша Гончаренко, бывший регионал, я думаю, ничего хорошего в Раде не сделают и для Украины не сделают. Это, извините, это такое слово, это проститутка политическая, которая уходит из партии в партии, только набирая себе личные какие-то выгоды из этого. Я надеюсь, что молодежь, пришедшая в Раду, сделает многое для Украины, для настоящей нашей Украины. А таких, как Труханов и Леша Гончаренко и подобные, им на смитник, на смитник, немедленно. Всего доброго, удачи вам. Всего доброго, да, спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Вопрос как таковой не прозвучал, это, скорее всего, мнение. Но у вас есть возможность его тоже прокомментировать. Ну, вы знаете, ну, во-первых, спасибо за оказанное доверие, действительно. Я приложу все усилия, чтобы действительно не разочаровать и сделать все зависящее от меня. Действительно, знаете, выступление эмоциональное. И почему? Потому что у людей просто накипело. Потому что люди хотят увидеть какой-то лучик света, а его почему-то нет. Почему-то их постоянно обманывают один раз, второй раз, третий раз. И действительно уже наступает, ну, просто отчаяние. И знаете, я здесь хотел бы призвать, и вообще, и сейчас езжу, и там по всей Украине призываю, действительно, молодых политиков. Молодых не имеется в виду по возрасту. Молодых, которые в политике не были, а хотят туда, там, и предприниматели, и общественные деятели. Идти в политику не боятся, поскольку если мы туда не будем идти, то такие, как Трухановы, Леша Гончаренко и прочие, с ними коррупционеры, будут чувствовать себя хорошо. Будут чувствовать себя очень защищенно и не будут чувствовать никакой конкуренции. Поэтому обязательно нужно идти, более того, создавать свои даже, пусть и местные, но желательно всеукраинские, политические партии с реальной идеологией. Потому что, если большая часть политических партий, она не, ну, нет никакой идеологии, они обманывают людей. Они выступают за все хорошее против всего плохого, прикрепляют какую-то свою вывеску конкретную, имени, партия имени кого-то, да. Идут на выборы, а потом оказывается просто, что это фейк, это мыльный пузырь, и за этой партией ничего не стоит. Поэтому, конечно, вот еще раз подчеркну, хотел бы призвать громаду это делать. И я, по крайней мере, со своей стороны, используя и свой опыт, и свои возможности, и весь свой инструментарий, буду этому способствовать. А в отношении Труханова, я буквально три секунды прокомментирую. Действительно, я знаю, я не сказал о том, что его офшоры были на зарплату. Я как раз сказал, наоборот, откуда у него деньги, если он получает зарплату, как державная особа, как державный служащий, да, там. Вот, и действительно, эти деньги были незаконным образом добыты. И это, опять же, должно быть разбирательство правоохранительных органов. Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, я в эфире. Да, да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Огромное спасибо, я говорю, детский канал одесский, который я смотрю. Ничего больше невозможно смотреть. Спасибо огромное фирсову. Просто восхищаюсь его мужеством. Вы понимаете, нам было больше таких, потому что я всю жизнь родилась в Одессе, всю жизнь прожила. И такого кошмара еще не было. Я еще помню, 47-й год, когда по карточкам креп, но такого кошмара еще не было. Те пенсионеры, которые не имеют поддержки детей, они не выживают. Они не выживают. И если такие, как вы, поможете как-то поднять, может быть, хоть какая-то надежда будет у детей, у внуков. Потому что... А такой, как... Извините мне, женщина правильно сказала про Гончаренко. А что он вообще такое? И зовут его никак. Он кончил медин. Ни одного дня не работал. Медбратом когда-то там работал, когда учился. И прям противно. Я выключаю программу там News One, когда он там на этом вот. Невозможно слушать. Спасибо вам большое, что, может быть, вы как-то поможете. Спасибо вам. Чтобы наши дети и внуки как-то... Потому что я смотрю, 46% больше было бы. Спасибо большое за звонок. Я же говорю, видите, тут большинство даже не столько вопросов, сколько одесситы высказываются. Я их абсолютно понимаю. Продиктованы тем, что накипело на душе. Вы знаете, подводя итог нашей беседы, я не могу не задать вам вопрос, непосредственно связанный с БПП. Потому что и вы коснулись этой темы, и телезрителей это тоже волнует. Вопрос вот какой. Вы сами понимаете, почему местная организация этой силы по факту оказалась главным союзником Труханова, если мы говорим о политическом аспекте. И главным, скажем так, подельником Труханова, если мы говорим, собственно, о работе мэрии. Вы знаете, опять же, возвращаясь к моей где-то малой родине, да, и Мариуполе, и Донецке, Донецкой области, к сожалению, там проходит такая же ситуация. Вот у вас в Одессе Гончаренко, а там есть точно так же депутат от блока Петропорошенко Артур Генрасимов, который тоже, ну, вас доверяет делам, а там оппозиционный блок, который в спайке с этими политическими силами. И еще раз подчеркну, у партии нет идеологии, да, если бы у партии была идеология, они бы приходили на должность депутатов местных советов и реализовывали бы ту программу, которую они задекларировали. Поскольку они, ну, или ничего не декларировали, или декларировали, но обманули избирателей, вот получается такая ситуация. И, к сожалению, здесь, ну, определенный процент, скажем так, определенная доля вины тоже лежит ведь и на людях, ведь они выбирают такие политические силы, ведь они не думают за кого голосовать, ведь они принимают решения. И еще раз подчеркну, самое главное, что гражданскому обществу, действительно, тем людям, которые хотят что-то изменить, у них есть, а, энергия, у них есть компетентность, им не нужно сидеть и просто так потусторонне критиковать власть, пока там выруют. Им нужно идти во власть, вот это, это самый принципиальный момент. Нельзя бояться того, что, знаете, там, вот во власть, там, не всем начнешь нравиться, так или иначе твоя позиция, там, не всех будет удовлетворять, а в любом случае идти работать. И самое главное, вот, знаете, вот, женщина звонила и описывала ситуацию о том, что действительно нельзя прожить на пенсию. Самое главное, чтобы наши реформы были честными, почему? Потому что они не были популистическими, потому что есть политические партии, которые обещают повышение зарплаты пенсии, в результате пенсии повышаются, там, на 10-15 гривен, в результате повышается инфляция и так далее, и реформы происходят нечестным образом. Нам нужно дать молодежи уметь работать, вот, дать инструмент для того, чтобы они могли зарабатывать деньги. Я буквально небольшой пример приведу, вы знаете, вот у вас есть Одесса, Одесская область. Для того, чтобы предпринимателю, который хочет выделить кусочек земли и выращивать вино, и потом виноград, и потом делать из них вино и продавать, нужно заплатить государству лицензии в полмиллиона гривен. Вот просто так это, знаете, можно сделать. Естественно, и таких примеров, да, где государство регулирует таким образом бизнес и деятельность, очень множество. Нам нужно сокращать эти лицензии, разрешения, запреты, сокращать и давать людям возможность спокойно работать, спокойно зарабатывать. Тогда будут и молодежь у нас будет зарабатывать деньги, и старики будут накормлены в силу того, что у них будут, молодежь будет платить налоги, будет повышаться бюджет. И в этом отношении нам нужно работать. Тем более, что предприниматели уже не то, что просят, они кричат, они говорят, не надо нам помогать, только нам мешать. Спасибо большое, спасибо большое, Егор, еще раз скажу, что действительно рад вас видеть здесь в Одессе, надеюсь, что вы будете частым гостем, поэтому не прощайся. Обещаю, что приехал не в последний раз. Да, да, спасибо большое, вам успехов в вашей политической борьбе. Спасибо большое. Что же, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу, и мне остается напомнить только итоги нашего интерактива. Мы сегодня спрашивали у вас, поддерживаете ли вы антитрухановский Майдан на Думской площади. 46% телезрителей поддерживают и ответили, да, бандиты по-другому не уходят. 43% телезрителей также поддерживают и ответили, скорее, да, но когда же закон заработает. И 11% телезрителей не поддерживают, ответили, нет, наши в городе, других не надо. Спасибо вам большое за ваше активное участие в программе, за ваши телефонные звонки и вопросы. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»